Так, очередной какой-то тест. Синебенч 2024, все ядра. Это он 10 минут, если будет его гонять. Интересно. Так. Ну, а тут уже 5,3. Потому что АВХ здесь нет, видать. Она дергаться будет, интересно, или нет. А то как-то подумают, что это фото. Вот эту хрень, наверное, сюда надо. Более же поставить. Ну да, он прогревается потихоньку. Тут как бы минуту сидеть смысла нет. Это, получается, он, наверное, уже 2 минуты это делает. Судя по этой хрени. Так, там по-прежнему но кто-то с этими турбовентиляторами стоит. Там 2 винта на ней стоит, серверных. Ну, это может не прям супер серверные, потому что есть и на 6000 оборотов, на 4200, на трешку. Но по сравнению с тем, что люди ставят, это можно уже сказать, что серверные. Ну, чтобы хоть как-то более-менее происходило какое-то понимание того, что там стоит. И два таких же по корпусу стоят сзади и сверху один. Крутиляторы, могу сказать, приличные. То есть, не шуточные. Горит, кстати, процесс примерно так же, как и в X, но не так же. Там за 5 минут у меня уже получилось самое горячее вроде бы 96. А здесь пока самое горячее 90. Это при том, что пасту я... Ой, наносил, наверное, год назад. Я как поставил, так, в принципе, и не снимал. Чего ее снимать? Работает, работает. Ну, это да, это не максимально от BDP. Это потому что привыкся побольше кушать. Там под 240, под 230, ну, так, 20 Вт. 20 Вт при данной ситуации, как бы, это тоже, как бы, скажется на нагреве, как бы, железо. Так, вот у нас завершился процесс и запустило заново. Показывает 1700, что-то 51. У меня много всякой хрени запущено. Если делать на результат, может, и получше получится. Ну, дело тут совсем не в результате, дело тут именно в нагреве. Ну, максимум пока 90, вот я вижу. Вот два ядра. Это у нас третье. Нет, это уже четвертое и шестое, получается. Да. Потому что отчет с нуля, поэтому, как бы, ну... Выше 90. Но оно с тем, что перерыв происходит, оно там, с учетом таких вентиляторов, оно успевает еще отогнать прилично, как бы, прогретые... Как бы, не даже не отогнать, а охладить за эти пару секунд систему охлаждения. Сбить с нее, так сказать, нагрев и, по идее, ну, может быть, до 90. Когда прогреется, может быть, корпус. Это если часа два тестить, ну, может, до 95, оно там дойдет за сутки. Вот если так вот, прямо зажать его и греть, греть. Ну, так пока 90. И, естественно, частота оно все держит. Работает оно все в стоке. В биосе только настроено АЗУ и ее питание. АЗУ там 6400. Вот такая. Я мог бы на штатив поставить, но... Я думал, что я просто запущу тест, а он пройдет, но... Он решил запуститься на 10 минут. Слабо понятно, почему. Я не нашел настройки, где это можно изменить. Но вот так он решил сделать. Возможно, это 10-минутный проход для выявления среднего показателя производительности, может быть. Типа, одновременно проверяет и производительность, и смешивает эти данные с... Типа, отказоустойчивостью, что ли, то есть, там, троттлинги, нетроттлинги, то есть, показывает уже, как бы, производительность не вот эту пиковую, которая достигается там за 30 секунд, а которая уже более долговременная, которая уже более настоящая. С одной стороны, это правильно, с другой стороны, если ты просто работаешь на результат, то это бесполезная трата ресурсов и времени. А, частоты, частоты, да. Я забыл про это дело. Ну, уже понятно, что они не это. Ну, пока вот 91 у нас появился. Самая горячая зона, середина. Хотя, ну, как она там, пару градусов раскидка. Нормально. Так, похоже, у нас опять... А, нет, еще полосочка воды здесь черненькая есть. Еще не завершил. Ну, да, запись у меня идет 5,5, плюс запустился я не сразу. Я, когда понял уже, что это будет долгая песня, то я уже запустился. Думаю, ну, как бы, фото сделаешь, скажут фейк или... Ну, когда видео, это видео. Как бы, фотка это не то. У меня это неинтересно. Так, ну, пока 91. Интересно, что маленькие ядра все 79 максимум. Смотри, как ровно выстроились-то они. Интересно. Это значит, очень хорошо сбалансированы ядра, которые равны по коэффициенту умножения и равны по, как бы, удачности. То есть, вольтаж, скорее всего, залетает абсолютно равно везде. Но вот на эти ядра он может уже на производительное немножко отличаться между собой. То есть, где-то, например, 1,248, где-то 1,236, где-то 1,258 и так далее. То есть, на каждое ядро он немножко по-разному гуляет. Повторюсь, это Nogtu A15 S. S отличается вроде только чуть ниже то, что оно по высоте. И вентилятор один. А, кстати, я его разбил. О как. Да, я его положил на шкаф. Он у меня... Я открывал шкаф, он как-то там зацепился своей вот этой... Как его? Шнуром. И он упал и треснул. Вот так вот. Мне не жалко, потому что кулек там стоял говнистый. Он невысокопроизводительный. Он тихий. Так что это все херня. Не бывает вентиляторов, которые тихие, при этом производительные. Это как бы нарушает работу нашей физики. То есть, такого быть не может. Шум происходит из-за большого объема захвата воздуха. И его ускорение через крыльчатку. То есть, как бы, ну, тем самым, как бы, увеличивается поток. А как вы хотите иметь и тихий, и производительный вентилятор? Это невозможно. Особенно, если мы вентилятор говорим не просто производительный, а еще с большим статическим давлением. Что очень важно для использования вентилятора, как раз-таки для продувки воздуха через ребра системы охлаждения воздушной, через радиаторы системы водного охлаждения, особенно, когда они толстые. Не которые вот эти домашние, как бы, инвалиды 30-миллиметровые, а которые 84 миллиметра толщиной. Если кто-то не знал, такие есть. Или 60 миллиметров толщиной, как у меня валяется. Там, конечно, разная еще, как это сказать, плотность ребер охлаждения. И на более тонких она более увеличенная, потому что, как бы, приходится компенсировать, как бы, такую толщину радиатора. Ну, максимально, вот, 91 градус. Больше я здесь не вижу. То есть, частоты нормально. Все летит, отлетает. То есть, завершается тест. Значит, задержался я где-то секунд на 40, судя по записи. Финиш. А, это окончательный перезаход. Ну, пускай он заканчивается. Хотя, даже не буду заканчивать, как бы, и так все понятно, до чего это доходит. Вольтаж не... Да, вольтаж, если что, я не трогал. Никак. У процесса. То есть, ни TDP, ни... То есть, настройки процесса вообще нет робл. То есть, там вообще все, что связано с процессором, его питанием, все полностью в стоке. Материночка у меня вот такая, с BIOS F10. И важный момент, когда я поставил BIOS... У меня был F6. Я поставил сразу F11, B или D, и появились проблемы. Я заметил, что материнка начала накидывать на проц аж на 0,1 вольта больше. То есть, это как бы, ну, это неправильно. И я-то знаю, сколько должно быть. Я вижу, что нагрев стал больше, и откатился до F10, и стало все хорошо. То есть, как бы, тоже вот такой момент интересный. Практически завершил уже это дело. Да, 91 максимально. Но если средний вывести, где-то 88 градусов здесь получается. Получится. А малыши интересно, 79 все. Класс. Красиво. Ну и то, что да, ровно. Это еще, конечно, от крышки зависит процессор. От ровности подошвы, охлаждения. Правильное, ну или как-то неправильное, а нормальное нанесение термопасты. Что там нет ни излишек, ни... Или отсутствие. То есть, как бы, ну, это все моменты, конечно, тоже на это влияют. В целом. Ну, а так вот он работает. Без AVX никаких перепадов, частоты нет. 5,3, 4,2, все стабильно, как бы, без соплей, скажем так. Да, 91 он не перешагнул. В комнате где-то градусов 22-21 примерно. Вот так. Если это было бы какое-то рабочее помещение, там его можно не отапливать, потому что есть там куча компов. Они это все будут додогревать. Но все равно изначально температура будет меньше. Поэтому там могло бы быть и 12 градусов, и было бы еще холоднее. Ну, в общем, он завершил это все дело. Да, оно шумит. Оно шумит не потому, что вентиляторы шумные, а потому что я их настроил так, что при 85 градусах ядер уже вентиляторы включаются где-то процентов на 80. То есть, кто-то скажет, это шумно. Но, ребятки, на самом деле это еще не шумно. Это даже еще не 100%. Поверьте, на 100% тут вой стоит такой, что просто нереально. Прям, ну, вообще прям жесть. Реально. То есть, ночью слышно, ну, полностью от ночи, когда все спят, ни шумов, ничего нет. То есть, когда 4 этих кулька лупят на 100%, слышно во всей квартире. То есть, этот шум такого, как бы, как, ну, может, не настолько, как фен, но примерно. А может, даже как фен. Ну, такова цена за температуру, а как бы хотели. А чтобы еще было и тихо на воздухе, и не горячо, ну, это нереально. Никак.